Александр Зарин. «В поисках убийцы». Роман. Читает Павел Беседин. Глава первая. Страшные находки. Было раннее морозное утро, когда Тишка с крючком на руке и мешком под мышкою прошел по зелененной улице, что на петербургской стороне, юркнул в ворота дома купца Пузикова, деловым шагом прошел первый двор, на котором два младших дворника готовились таскать дрова по квартирам, и в самом конце двора нырнул за каменные флеги, где очутился подливогребной ямой, зловонное испарение которой сковал мороз. Тишка, мальчуган лет двенадцати, в стоптанных валенках, с огромных мужицких ног, в рваном вонючем полушубке, в теплой шапке, повязанной каким-то трепьем, не то остатками башлыка, не то серой штаниной, с деловым видом шмыгнул носом, бросил на пол мешок, поднял крышку ямы, для чего-то крепко поизвозчии вырвавшись, и влез в нее. С деловым видом Тишка запустил свой крючок в мусор и стал разворачивать и разбирать его с видом знатока. Вот пузырек одеколона, банка от мази, да еще фарфоровая, избитый башмак, жестянка, кости, тряпки. Тишка извлекал из общего мусора и выбрасывал их в мешок, лежавший подлий ямой. Куча росла. Летом работа шла бы более быстро, потому что тогда каждая вещь сама по себе и бери только. Теперь же самые разнородные предметы холод спаял в один комок. И Тишке приходилось разбивать такие комки крючком или разламывать их руками. Но добыча все же оказывалась немалая. Вдруг его крючок вонзился во что-то мягкое, большое. Тишка запустил его поглубже, ухватился за палку и стал тянуть, отрывая добычу от примерзшего мусора. Вот из кучи выдвинулся большой кусок словно бы мерзлого мяса. Тишка напрягся. Еще, еще. Тишка рванул и вдруг, выпустив крючок из рук, с искаженным от ужаса лицом в один миг вылетел из ямы. Но вместе с тем не мог отвести взор от страшного предмета, извлеченного им из мусора. То, что он вытащил теперь, совершенно выходило из области его практики и привело его в ужас. Поверх ямы, свонзенным в мясо крючком, тряпичка лежала согнутая в колени человечья нога. Одна нога. На ней был белый чулок, перевязанный красной тесемкой под коленом, а с другой стороны рваное мясо и кусок расщепленной кости. Тишка вдруг завизжал и, оставив мешок и кучу собранного им мусора, бросился во двор, где работали дворники. В его визге было что-то такое, что дворник Дмитрий, с полным равнодушием слушавший вопли избиваемого под воротами участка лихового мазурика, отодвинулся от вязанки дров, которую собирался взвалить на спину, и двинулся к вопившему Тишке. «Чего ты?» — спросил он, когда тряпичник кнулся ему в ноги. «Там, там, и-и-и-и!» — пробежал Тишка. «Шо там? Где? Ишь, непутевый!» — с недоумением проговорил Дмитрий. «Чего он?» — выбежав из дверей черной лестницы, спросил его другой дворник. «А шо ты его знает? Надо быть, напугался чего?» — ответил Дмитрий. «Ишь, и ведь!» Тишка, при виде обоих дворников, начал успокаиваться. «Там ворошил, кивая головой в сторону выгребной ямы», — сказал он голосом, полным ужаса. «И вдруг...» «Нога!» — «Нога!» — воскликнул прибежавший дворник и весело загоготал. «Сама собой! Хо-хо-хо-хо-хо-хо!» «Ишь, что почудилось!» — сказал Дмитрий. «Ну... Ну, пойдем! Где нога?» Оба дворника двинулись к выгребной яме. А Тишка поплелся за ними. На дворе показалась горничная в байковом платке. «Анфиса Алексеевна!» — закричал веселый дворник. «Пожалуйста, ногу смотреть!» «Утомну!» — весело выкликнула горничная. «Самую заправдочную! Вроде привидения!» — ответил дворник. «А ну вас!» — отозвалась горничная. Однако поправила пококетливее платок на голове и двинулась за дворниками. Они зашли за флигель, подошли к выгребной яме и отпрянули от нее все трое. А Тишка в отдалении защелкал зубами. Горничная огласила двор пронзительным криком. Веселый дворник словно онемел. А Дмитрий взмахнул руками и глухо произнес. «Вот тет как! Нога! И прям нога!» Но через мгновение он очнулся, быстро схватил Тишку за шиворот и деловито сказал веселому дворнику. «Беги сейчас, зови старшова, а я тут побуду!» «А ты никуда!» — обратился он к Тишке. «Потому ты нашел, тебе и отвечать!» Дворник бегом пустился за старшим. Горничная продолжала визжать. Тишка ревел во весь голос. А Дмитрий задумчиво глядел на отрубленную ногу в чулке с вонзенным в нее крючком тряпичника. Почти в то же время и почти в то же самое произошло и на дворе в доме номер 68 на богатой Сергиевской улице. Только в куче мусора оказалась не нога, а рука. И нашел ее не глупый Тишка, а смышленный парень Григорий Силантьев. Увидев такую находку, он поспешно положил свой мешок, все добытое им из ямы, перекинул мешок через плечо, неторопливо прошел через двор, вышел из ворот и уже тогда задал тягу. Рука, отрезанная по самое плечо, судорожно сжатыми пальцами, промерзлая, лежала поверх мусора в яме. Великолепный док генерала Чупрына совершал свою утреннюю прогулку. Обнюхав и исследовав все углы и тумбы переднего двора, он забежал на задний, заглянул там в выгребную яму, прелестился недвижно лежащей рукой и, ухватив ее в свою огромную громадную пасть, постепенною рысцой побежал со двора на лестницу, в кухню, в расчете позавтракать мясным блюдом. Генерал Чупрынин вставал рано. Денщик обычно растирал его ледяной водой, после чего генерал умывался, садился в кабинете к круглому столу и за стаканом крепкого кофе читал новое время. В это утро генерала выпил уже с полстакана кофе, прочел телеграммы и только что приготовился к высокому наслаждению, когда он всегда испытывал отчтение статей Менщикова, как вдруг из кухни раздался такой невероятный виск, что генерал отбросил газету и вскочил с кресла. «Безобразие!» – пробормотал он и нажал кнопку звонка. Денщик очутился в кабинете раньше, чем раздался звонок. «Ты опять?» – там, каналия! – начал генерал, но, увидев растерянное лицо Денщика, переменил тон и спросил, «Что такое?» «Так что, ваше превосходительство, милорд руку съест?» – пробормотал Денщик. Из кухни раздавались истеричные вопли. Генерал встрепенулся. «Сбесился, что ли?» – «И грызет?» «Так что, ваше превосходительство, со двора принес и ест?» «Что?» – остолбенел генерал. — Со двора руку? Так точно сссссс! дрожа подтвердил генщик. — Что за черт? — выругался генерал. — Серж, что там такое? Какой ужас! — проговорил генеральша, выглядывая из спальни. — Глупость какая-то! — ответил генерал, быстро шагая к кухне. Откуда неслись плач и вопли? Горничная визжала в истерике. Толстая кухарка хлопала себя по бедрам и не своим голосом кричала «Отдай! Отдай! Отдай!» Из-под стола слышалось середитое рычание огромного дога. Генерал крикнул на безумно вопивших малый чай, что, однако, не возымело никакого действия и нагнулся, чтобы заглянуть под стол. Дог зарычал еще грознее. Генерал невольно отпрянул. Под передними лапами собаки лежала человеческая рука. Отрезанная по самое плечо, док успел вырвать из нее кусок мяса. Через мгновение генерал очнулся. «Дай, кочергу!» — скомандовал он дейчику. «Бери щетку! Отнимай у него!» «Милорд! Иси брось! Я тебе!» Голос Чупрынина гремел, как труба. Горничная визжала. Кухарка бессмысленно вопила. «Отдай! Отдай!» — генерал стучал кочергой. Денщик с щеткой. Собака рычала. Генеральша не выдержала, и из ее спальни послышались крики. «Мадемуазель, спрячьте детей, сверж!» «О боже!» Собака с окровавленной мордой была выгнана на лестницу. Денщик вытащил щеткой руку на середину кухни, и генерал с нахмуренным лицом созерцал и обонял ее. Так как она успела уже оттаять и потемнеть, женщины пришли в себя и робко прижались к углу кухни, схлипывая от волнения. «Зови старшего дворника!» — крикнул генерал Денщику. «Это правая рука какой-то женщины, несомненно убитой!» — заключил он. «Рук не трогать с места!» — сказал он горничная и кухарка. Теперь, онемевшим от ужаса, и пошел из кухни успокаивать свою супругу. Глава вторая. Страшный багаж. Найденная рука и нога побывали в участках, а затем соответствующими протоколами были предпровождены в прозекторскую больнице. Теперь они лежали на клеенке, обложенной льдом, посиневшие страшным и ужасом того преступления, которое было совершено над их владельцем. Почти весь штат сыскной полиции, доктора и следователи собрались у страшных находок. Начальник сыскной полиции держал в руках протоколы полиции и делился мыслями со следователем. «Да», — сказал он, хмуря белые брови, — «несомненное преступление». «Несомненно», — подтвердил их следователь. «И преступник очень ловкий, вроде Джека-вспарывателя». «Репортеры были?» — обратился он к агентам. «Заходили двое. Обещали прийти еще раз», — доложил молодой человек с прыщами на лице. «Тайн никаких», — сказал начальник. «Рассказывайте всем». «Слушаюсь», — ответил молодой человек. «Фотографии сняли», — спросил начальнику помощника. «Во всех видах», — ответил тот плотный, коренастый господин, похожий на фельдфебеля в отставке. «Ногу в чулке и без чулка. Так точно, и руку, и руку». «А опрос сделали», — обратился начальник сыскной полиции к агентам, в участках которых были сделаны страшные находки. «Так точно», — ответили в голос оба агента. «Один маленький, рыжий, в веснушках, другой высокий, тощий, как голодающий индус, и черный, как жук». «Так». «А измерения и описания сделаны». «Ну, проверим», — сказал следователь и взял протоколы врачей. Начальник развернул их, а помощник вынул из кармана два листка. «Нога», — сказал следователь, смотря на протокол. «Левая нога, отрезанная от трупа женщины, неискусной в операции рукой. По виду, ноги владельцы имели около 30 лет. Ну, это их специальность», — пробормотал следователь. «А вот и он начал читать. Согнуто в колени, под углом 40 градусов. У меня 36», — сказал начальник. «Видите ли», — объяснил его помощник. «Она была мерзлая, потом оттаяла, потом ее мерили, согнули, когда замораживали». «Вот-с», — начальник кивнул головой. «Ну, это не нужно». «Далее». «Кожа ровная, гладкая, на мизинце мозоль. Под коленом родимое пятно, величиной серебряный пятак», — продолжал следователь. «Верно-с». «Выше колена — повреждение, причиненное острым орудием». «Это тишко-тряпичник крючком», — пояснил рыжий агент. «Ну-ну», — недовольно произнес следователь и продолжал. «Уж над мертвой ногой причем вырван кусок мяса». «Нога отделана от паха сначала острым орудием, а затем кость грубо перебита топором или сечкой, отчего конец ее неровен и расщеплен. «Длина ноги от конца кости до ступни — один оршин, четыре вершка». «Верно, четыре вершка», — подтвердил помощник. «Рука», — продолжал следователь. «Правая, несомненно, женская, отделена от плечевого сустава грубо-неумело. «Длина от конца расщепленной кости — двенадцать вершков с половиной». «Верно, выше локтя рана, очевидно, сделанная зубами собаки». «Генеральская собака», — сказал помощник. «И все?» «Однако немного», — сказал следователь и задумался. А начальник решительно произнес. «Непременно надо найти правую ногу и левую руку». Агенты смущенно переглянулись. «Да-да, осмотреть все выгребные ямы. Мы найдем этого злодея». И начальник поднял палец. «Что же?» — сказал следователь, вздохнул и закрыл портфель. «Нам, пожалуй, делать здесь нечего». «Едем?» — я тоже, — сказал начальник. «Что прикажете делать с рукой и ногой?» — спросил фельдшер. «Пусть полежат пока», — ответил следователь. «Так я пошел». Всего лучшего распрощался с ним начальник сосной полиции и сказал помощнику. «И мы домой». Они поехали в свое управление. Едва начальник вошел в кабинет, как пред ним явился дежурный чиновник. «Что такое?» — недовольно спросил начальник. «Сообщение по телефону», — ответил дежурный от жандармского управления Варшавского вокзала. «Ну, в чем дело?» «Вильню пришел багаж, а в нем голова и рульное мясо». «Ага», — взволнованно воскликнул начальник. «Вот и след. Это от той же женщины?» «Ну, что дальше?» «Его переслали сюда, а нас спрашивают. Сюда доставить?» «Доставить немедленно». «Чухарев, поезжаете вы!» — закричал начальник, обращаясь к рыжему агенту. Тот от радостного волнения застегнул пиджак на все пуговицы и воскликнул. «Лечу! Лечу!» «В один миг!» «И сейчас же мне доложите!» — сказал начальник. «Известите по телефону следователя и прокурора». Чухарев умчался. Начальник вышел в общую комнату и обратился к помощнику. «Август Семенович!» «Пойдемте-ка!» И снова направился в кабинет. Оставшиеся агенты ожили. «Без Патмосова не обойтись!» — сказал молодой человек в прыщах. Уже будто отозвался черный агент. «Кто же найдет?» «А хоть бы я!» — ответил тот. «Нет, это не так легко. Если б какой след, а то на рука, нога, — сказал пожилой агент. Над этим самый Путилин задумался бы». «А Патмосов найдет!» — с уверенностью повторил прыщавый молодой человек. «Тот может!» — согласились все. Между тем начальник с помощником сидели в кабинете, курили и обменивались впечатлениями. «Вот случай!» — возбужденно и радостно говорил начальник. «Преступление и никакого следа. Интересно, как бы справился тут Путилин?» «Хм...» — пробурчал помощник, дымя папиросой. «И нам, пожалуй. А мы найдем!» — воскликнул начальник. «Нынче для этого нужны совсем другие приемы, мой милый Август Семенович. Мы, сидя здесь, в кабинете, доберемся». «Да...» «То есть как же?» Лесо начальника просияло. Он закурил новую папиросу, откинулся на спинку кресла и почти крикнул. «Умом!» — Август Семенович. «Умом!» Путилин и Лекок всякие чутьем брали. «А мы умом!» «Да, найдем эту женщину!» «А как найдем?» «Кусочками!» «Вот теперь еще голова, а там руку, ногу, а потом...» «Восстановим ее, а там, кому нужна ее смерть, и дальше, дальше, дальше». Помощник, выпустив струю дыма, покрутил головой, не смея спорить со своим начальником. А в это время Чухарев уже летел обратно в канцелярию с новой страшной находкой, завернутой в две рогожи. Он выскочил из саней, из подъезда, суетливо приказал сторожам вынуть поклажу и бросился в кабинет начальника. «Привез!» — заявил он, тяжело перевоя дух. «Вот протокол и донесение!» И он подал бумаги. «Надо подождать прокурора и следователя», — сказал начальник Абуза. И он вздохнул. Товарищ прокурор и следователь приехали почти тотчас же. Все прошли в общую комнату, где их уже ожидала коробка с почтовым извещением. Большой скоростью, город Вильна, Станиславу, Личинскому, Немецкая улица, номер 68. Со всех сторон было написано «Осторожно!» «А что там?» — спросил начальник, указывая на коробку. Чухарев вздрогнул и заморгал. «Вскройте!» — приказал следователь. Сторожа привычной рукой сняли веревки, ловко вспороли клеенку и раскрыли большую коробку из тех, в каких портних ей возят платье. Крышку. Сторожа расстегнули ремень, сбросили крышку и отшатнулись с побледневшими лицами. По комнате распространился тяжелый запах разлагающего трупа. Товарищ прокурора, следователь и начальник с помощником приблизились к коробке и, нагнувшись, заглянули в нее. Было отчего содрогнуться даже привычному человеку. Наполнившие комнаты агенты поочередно подходили, заглядывая из-за спины начальства, и в ужасе отшатывались. В коробке стояла большая глубокая глиняная чашка овальной формы, наполненная кусками рубленого мяса. И на этой вот груди кровавого почерневшего мяса лежала безносая голова с выражением безмятежного покоя. На обезображенном лице темно-русые волосы покрывали часть страшного мяса. — Необходим доктор, — сказал начальник. — Вызовите по телефону! Все в сыскном отделении пришли в волнение. Сверху спустили фотографа с камеры и стали снимать страшный багаж с боков сверху. Все служащие перебывали в комнате и заглянули в коробку. Наконец приехал доктор, и начались осмотр, подробная опись страшной посылки. — Редкое и исключительное дело, — произнес следователь. — Помню, было когда-то убийство. После того еще два случая посылки трупа багажом, но такого изуверства не было. — Что-то невероятно злодейское! — возмутился молодой товарищ прокурора. — Вы, доктор, говорите, молодая женщина. Лет тридцати. Рука и нога, несомненно, ее! — воскликнул начальник сысной полиции. — Ясно, ясно! — подтвердил его помощник. — Что это? — Сумасшествие, безумная месть или ревность, — мечтательно заговорил товарищ прокурором. — Ужасно! Следователь со спокойным лицом быстро писал, составляя протокол. — И пахнет же, — сказал он, ставя точку и кладя перо. — Необходимо отправить прозекторскую, — произнес доктор. Я произведу анализ и исследование. — Просто в чашке понятно. Это все остается вам. И никаких следов? — воскликнул начальник полиции. — Я думал, что по голове узнаем жертву, но лицо так обезображено, а коробка, веревка, клеенка, — сказал следователь. — Мало ли их. Преступление совершено не ранее, как неделю назад. Следов нет, — произнес начальник, покачав головой и шепотом прибавил помощнику. Но мы их придумаем и найдем. На другой день столичные газеты были полны описаниями страшных находок, багажа и всего темного кровавого дела. Даже так называемые «большие газеты» выделили это происшествие из обычной хроники, а мелкая пресса посвятила ему целые столбцы. Кухарки, горничные и швеи взвизгивали и закрывали лицо руками, когда в мелочной лавке бойкий приказчик читал кровавое описание. Дворники, лакеи и писари с деловым видом обсуждали это происшествие. То же в немного измененном виде происходило и в семьях чиновников среднего круга и в салонах высшего круга. Глава третья. Действующие лица. Присяжный поверенный Алексей Петрович Горянин праздновал двадцатую годовщину своей свадьбы. Хотя это событие в течение остальных дней в году и сам Горянин и его жена признавали за несчастье своей жизни, все же они праздновали его, пользуясь случаем устроить необходимую для связи вечеринку. А на этот раз Горянин только что получил хороший гонорар и сделал вечер, не скупясь на расходы. Большой зал, гостиная, кабинет и даже спальня, обращенная в карточную, не считая столовой, были ярко освещены и предоставлены гостям, которые сидели, ходили, стояли поодиночке и группами, оживляя красиво убранные комнаты. Хозяйка дома, томная Евгения Павловна, красивая сорокалетняя дама, сидела на диване в гостиной с двумя пожилыми дамами, окруженная мужчинами. Ее муж Алексей Петрович с возбужденным лицом проносился из комнаты в комнату, то подсаживаясь к одним, то останавливаясь подле других, там угощая, здесь устраивая партию в винт и олицетворяя собою радушного хозяина. В кабинете его приятели пили пунш и разговаривали о прокурорах, речах, процессах, гонорарах. В зале молодежь танцевала под рояль, в гостиной гремел граммофон, в спальне карточной раздавались возгласы, пейки, трефы, четыре пейки, малый шлем, без одной. И голос генерала Чапронина в общем шуме гудел, как шмель в летний полдень. В гостиной Евгения Павловна изнывала, стараясь поддержать скучный разговор с двумя пожилыми дамами и в то же время удерживать подле себя мужское общество. Вдруг, словно на помощь ей, вошла Дьякова. «Душенька, Елена Семеновна, побудьте с нами, садитесь!» Радостно воскликнула Евгения Павловна. Несколько мужчин быстро, как на пружине, вскочили с мест и подвинули Дьякова из стулья и кресла. Она опустилась в кресло и стала обмахиваться веером. Это была красивая брюнетка, лет двадцати семи, полногрудная, высокая с алыми губами и матовой кожей. Если прибавить к этому, что она третий год вдовела и обладала изрядным состоянием, то не покажется удивительным, что несколько человек из числа, находившихся в кабинете, оставив пунш и товарищей, перешли в гостиную. А бывшие в гостиной мужчины как-то подтянулись, глаза их замаслились, и на лицах их расплылась улыбка. Дьякова отлично понимала настроение окружающих и, обмахиваясь веером, заговорила тоном капризного ребенка. «Дорогая Евгения Павловна, мужчины, ой, несносны, они умеют только ухаживать, говорить пошлости и ничего занимательного. Я пришла отдохнуть с вами». Горянина снисходительно улыбнулась. «Вы жестоки к ним. Я, как хозяйка, должна заступиться за моих гостей. Господа, вы обязаны сейчас же увлечь нас беседой», — обратилась она к мужчинам. Молодой товарищ прокурора из лицеистов поправил на носу пенсне, выпятил грудь и картава произнес. «Но, уважаемая Евгения Павловна, такое оскорбление!» И всем сразу он развернул руками. «Елена Семеновна не в духе. И за это...» «Да, я не в духе», — заговорила, перебивая его Дьякову. «Сегодня я целый вечер только и слышала у вас какие-то юридические разговоры». Влияние профессии засмеялся адвокат. «Позвольте», — выступил из толпы военный юрист. «Вы несправедливы. Если бы вы, например, прислушивались к теме, которой мы только что дебатировали в кабинете, то непременно заинтересовались бы. Хотя она и юридическая. Отчасти», — сказал молодой капитан. «Что же это за тема?» — спросила Дьякова. «Ну, послушаем», — пропела Евгения Павловна. «Вот видите», — оживился юрист. «Извольте послушать». Он изящно оперся о спинку кресла, в котором сидел молодой товарищ прокурора и, слегка покачиваясь, заговорил. «Уважаемый Петр Станиславович», — он указал на стоявшего поодаль полного пожилого господина с бритым лицом. Уверяет, что в настоящее время почти нет скрытых преступлений. «Что это значит?» — спросила Дьякова. «То есть таких, которые совершенно остались в полной тайне. Как же мы о них можем знать, если они остались в полной тайне?» — спросила Дьякова. Снова обмахиваясь веером. «Браво! Браво!» — раздались кругом голоса. «Петр Станиславович!» — побит сразу. Полный господин сделал шаг вперед, и на его бритых губах мелькнулась нисходительная улыбка. Семен Николаевич несколько извратил мои слова. «Это продолжение разговора, отвлечение в сторону, и мысль не мне принадлежащая. Я сказал, собственно, о преступнике. Но если есть скрытое преступление, то, значит, и преступник скрыт», — заметила Дьякова. «Браво!» — крикнул капитан. «Вы чрезвычайно остроумны», — сказал с легким поклоном полный господин. Хозяйка дома поспешил этой чаже представить его. «Петр Станиславович Светевич! Наш прокурор! Гроза защиты!» Светевич снова поклонился. «Что гроза при современных громоотводах?» — сказал он шутливо и продолжал. «Да, сударыня, но я не то имел в мыслях. Я утверждал, что раз преступление обнаружено, преступник уже не скроется. Да, при современном введении следствия и постановке сыскной части преступнику не укрыться. Вот мои слова». Он замолчал и отодвинулся. «Прошу извинения», — заговорил военный юрист. «Я действительно передал содержание уже дальнейшего спора». «А как же?» — заговорил Дьякова. «Вот в Петербурге где-то на выборской стороне нашли застреленную женщину. А убийцы нет. Да вот и теперь убийство Нолькин на острове Эзеле в Вильне Друдского-Любецкого найдут. Ищут и найдут», — сурово сказал прокурор. «Вот мы об этом и спорили», — включился молодой капитан. «Согласитесь, что если преступление задумает умный, с воображением человек, то он может выполнить все так тонко и обдуманно, что окажется совершенно в стороне». Дьякова вдруг сдрогнула. «Да». «Этот спор интересен», — сказала она. «Что за тема?» — томно произнесла Евгения Павловна. «Если исключить действия сумасшедшего», — сказал прокурор, «то преступник не сможет совершенно устранить себя уже потому, что в преступлении, несомненно, замешаны его близкие интересы. А кроме того, всегда наблюдается психологическая черта в преступниках. В последний момент они теряются, и не бывает случая, чтобы они не оставили какого-нибудь заметного следа или приметы. За исключением случаев гипнотического внушения». Насмешливым, резким голосом произнес брюнет с внешностью актера. Он стоял позади всех, у притылоки дверей, и все обернулись, услышав его замечания. Дьякова сразу встрепенулась, и на ее лице появился легкий румянец. «Это вы, Григорий Владимирович? Что же вы не подойдете?» — воскликнула хозяйка. Гости раступились. Брюнет, изящно одетый в смокинг, легко и быстро подошел к дамам. «Где же вы были?» — спросила Горянина. «Господа, Григорий Владимирович Чемизов». Отрекомендовала она брюнета. Последний пожал руку нескольким из окружающих. Дьякова обратила на него общее внимание, спросив его. «Что вы сказали про гипнотизм, про гипноз?» «Я сказал, что преступление может быть совершено человеком в гипнозе». «По внушению?» — просто ответил Чемизов. «Тогда будет трудно найти преступника». «Ну, это уже из области романа», — с улыбкой заметил прокурор. «Одно время на эту тему таких романов появилась целая серия. Роман — это жизнь. А жизнь часто дает темы, которые не решаются обрабатывать романист. Они кажутся слишком фантастичны». «Чемизов?» — спросила хозяйка. «Вы занимались гипнотизмом?» «Самим гипнозом?» «Гипнотизмом, спиритизмом, чернокнижием?» «Стем» — раздался веселый голос Горянина, прибегавшего через гостиную. Он на мгновение остановился, дружески поздоровался с Чемизовым и сказал Дьякову. «Заставьте его показать свои знания». «Глупости!» — пробормотал Брюнет. «Не краснейте!» «А давайте удивлять!» — сказал Горянин и побежал дальше. «Вот если вы действительно в силах, устроите нам преступление по внушению, настаивал военный юрис». «Да-да!» — подхватила хозяйка. «Елена Семеновна, простите!» «Просите, пожалуйста!» «Непременно он должен!» — воскликнула Дьякова. «Правда, Григорий Владимирович!» Чемизов молча поклонился, лицо его побледнело. В ту же минуту по всем комнатам пронеслась весть об интересном опыте, и гостиная переполнилась народом. «Перейдемте в зал!» — предложила хозяйка, поднимаясь с дивана. В зале-то чаже образовалось нечто вроде сцены. Все поспешили занять стулья, и Чемизов остался один посреди зала. Он провел рукой по лицу и, обратясь к сидящим, сказал «Хорошо, я продемонстрирую один опыт, если вам угодно, совершенно неповинный, ни о чем преступном, не думающий человек совершит ужасное преступление, кто желает подвергнуться опыту». Со всех сторон раздались голоса. Несколько студентов и барышень просили сумеления. Чемизов остановил свой выбор на молодом товарище прокурора, и тот, видимо, остался доволен возможностью играть роль. «Я попрошу вас с двумя провожатыми выйти на минуту в соседнюю комнату», — сказал Чемизов, и, когда товарищ прокурора вышел, продолжал. «Теперь я попрошу барышню или даму». Я вызвалась Дьякова. «Вы усыплять меня не будете?» «Ни на минуту. Теперь прошу запомнить, что я вам скажу. Вы должны будете делать все, что я вам укажу». Дьякова кивнула. «Пожалуйста», — крикнул Чемизов. Молодой товарищ прокурора невысокого роста, рыжеватый блондин с вызывающей улыбкой подошел к Чемизову. «Что прикажете делать? Убивать? Грабить?» На лицах гостей промелькнула улыбка. «Теперь пока сядьте», — спокойно сказал Чемизов. Товарищ прокурора вдруг смутился, а в зале наступила тишина. «Снимите пенсне». «Примите покойную позу». Вот так. Чемизов усадил гипнотизируемого, поправил руки, откинул ему голову и начал опыт. Он не делал обычных пасов, а просто остановился над ним и стал смотреть на него. Потом резко и громко сказал. «Спи!» У товарища прокурора мотнулась голова, и он, несомненно, заснул. «Он спит», — сказал Чемизов. «Теперь, господа, знаете ли вы его настолько, чтобы поверить ему, что он не в заговоре со мною?» «Да он вас в первый раз видит», — сказала хозяйка. «Вы, наверное, и не знаете, кто это». «Я здоровался с ним, когда вы меня назвали». «Это Хрюмин, Аркадий Львович, наш друг», — сказал Горянин. «Он скорее изобличит вас». А Хрюмин, видимо, сладко спал. Чемизов обратился к Дьякову. «Теперь я попрошу вас сесть вот хоть к краяю, а потом, когда я подам знак, прилягте на этот диван». «Да-да, не стесняйтесь. Общество извинит нас. После этого господин Хрюмин зарежет вас». Дьякова вздрогнула. «Как будто», — улыбнулся Чемизов, заметив ее страх, и обратился к хозяину дома. «Алексей Петрович, будьте добры дать разрезной нож». «Какой? Бронзовый костяной?» «А? Лучше деревянный, если есть». А Хрюмин мирно спал на стуле и даже полуоткрыл рот. Горянин принес нож. «Спасибо. Я положу его сюда». Чемизов положил нож на столик подле рояля, а затем обратился к Елене Семеновне. «Пересядьте, пожалуйста, вот сюда, к роялю. Я начинаю». Он положил руку на голову Хрюмина и застыл, видимо, делая нравственное напряжение. Потом выпрямился, дунул в лицо Хрюмина и громко сказал «Проснитесь». Хрюмин почти сразу открыл глаза, огляделся, словно что-то вспомнил. Затем, надев пенсне, встал и сказал «Ну что, интересный опыт?» «Ничего себе», – ответил ему военный юрист. «Вы спали, как сурок. Только-то», – усмехая, сказал Хрюмин и перешел через зал. Все смотрели на товарища прокурора, а потом на Чемизова с недоумением и легкой усмешкой. Чемизов отошел к хозяйке и опустился подле нее. Вдруг Хрюмин встал. Все его лицо, фигура, преобразились. Он тихо пошел к Дьякову, сидевшую у рояля, нежно сказал ей «Прощай, голубка, я пойду, позаймусь». «А ты ляг?» Он тихо поцеловал Дьякову в лоб и опять отошел на свое место, словно играл свою роль на сцене. Гости замерли. Хозяйка ухватилась за руку Чемизова и проговорила «Мне страшно». Чемизов подал знак Дьякова, и она, перейдя от рояля к дивану, прилегла на него, кокетливо расправив юбку. Прошло несколько мгновений, и Хрюмин снова перешел в зал. Теперь и походка, и движения его были совершенно иные, чем до тех пор. Он взял со стола нож и стал осторожно красаться к Дьяковой. Евгения Павловна впилась в руку Чемизова. Дьякова приподнялась, и лицо ее выразило ужас. Ужас охватил и всех присутствующих. На их глазах совершалось убийство. Забавный, фатоватый Хрюмин был теперь страшен. Он снова приблизился к Дьяковой и поднял нож. «Ай!» – раздался ее истерический возглас, и она, сразу сев на диван, забилась в угол. «Ай! Ай!» – раздались возгласы. Хрюмин выронил нож и снова очнулся. «Что с вами?» – спросил он у Дьяковой. «Ай!» – закричала она и, оттолкнув его, бросилась от дивана. Хрюмин совершенно растерялся, и его лицо стало так забавно, что впечатление пережитого страха у всех исчезло, и раздался дружный смех. «Что такое?» «Я ничего не понимаю!» – растерянно сказал Хрюмин. «Ничего, дружище!» – со смехом воскликнул капитан. «Ты сейчас объяснялся в любви Елене Семеновне и до смерти напугал ее. Ха-ха-ха! Господа! Ужинать!» – загричал Горянин. «Дамы ведут кавалеров. Вы ужасный человек!» – тихо сказала Дьякова Чемизову, ведя его в столовую. «Ужаса не существует!» – ответил он. «Ужас – это невидение! Узнайте!» «И нет ужаса! Я хочу вас узнать!» – прошептала она. Гости садились за стол. Горянин суетился подли них, пока все не уселись, а затем стал удивлять всех закусками. «Однако, что это было за представление?» – спросил прокурор за ужином. «Убийство по внушению!» – ответил Чемизов. «Вообразите! Я решил убить эту женщину и убиваю ее рукой ее мужа. Вот и все! Найдите убийцу!» «Ужасно!» – прошептала Дьякова. «Дас!» «Найдите!» – вдруг загудел с конца стола голос генерала Чупранина. «Третьего дня, ваше происходительство, милорд мне на кухню женскую руку принес!» «Дас!» «Ах, это вам?» – раздался возглас. «Мне!» – отозвался генерал и продолжал. «И потом, читаю, ногу нашли, а там голову, а?» «Найдите убийц!» «Эти будут найдены!» – уверенно отозвался прокурор. «Замечательное явление!» – подхватил военный юрист. «Повторяется тип преступления!» «Корзинки!» – отправка багажом! «Опять преступление!» – воскликнула Дьякова. «Говорите!» «Бога ради о другом!» За здоровье двадцать лет, проживших в супружеском согласии, шутливо крикнул Горянин, поднимая бокал. Гости охотно поддержали тост и поспешили к виновникам торжества с бокалами и поздравлениями. Настроение повысилось, и вечер пошел своим чередом. После хорошего ужина в тоне беседы всего общества чувствовалась какая-то особая дружеская нотка. Словно все друг с другом сблизились. Жизнь не ведет людей, каждого своей колеей, но судьба незримо перепутывает следы. Сбивает дороги и ткет свой узор, и с тысячей жизней переплетая их, как искусная ткачиха на своем станке. Не раз случается, что чуждые друг другу люди, не знавшие до того один другого, внезапно начинают влиять на счастье и несчастье другого. Вдруг в тихую жизнь одних ураганом врывается жизнь какого-то нового индивидуума, ранее чужого, и происходит катастрофа. В мире всегда так. Никто не знает, зачем что-либо случится, куда влечет судьба, откуда является какое-либо влияние, и для чего свершается то или иное событие. То, что люди зовут случаем, чаще бывает неизбежным и роковым. Чемизов проводил Дьякову и поехал к себе домой. Генерал Чупрынин доиграл девятый робер и отправился домой со своей генеральшей. Хрюмин и прокурор тоже вернулись в свои квартиры. Горянины проводили последних гостей и стали устраивать себе спальню в кабинете, так как их обычная спальня, превращенная в карточную, носила следы пребывания многих гостей. А судьба плела свой узор и вплетала нити жизни в клетки своей канвы.